Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 23 мая. У нас, конечно, ужасная погода. Я сегодня уже показывала с утра. Было и солнце, потом был огромный град, потом шли дожди, потом еще раз град. И вот сейчас выглянуло солнце. И я вышла, как раз улучшила минутку, сказать еще о велокрылке. Все, кто смотрит мои видео один за другим, они уже знают, что два дня назад я нашла у себя велокрылку вот в этой теплице. На остром перце, который был всю зиму у меня дома, там образовалась велокрылка, и она понемножку расползлась здесь. И вот эти бедные перцы, которые рядом стояли с острым перцем, вот колокольчик, я нашла на них велокрылку, и до сих пор она здесь еще живая. Хотя я второй обработала. Но так как я сказала, что я буду все применять методы, я даже спросила советов у зрителей. И кто какие мне вот комментарии написал, ну как я посчитала, что я могу это сделать, я все это буду применять. К сожалению, вот это средство Теппики, которые однозначно все считают самым лучшим, самым эффективным, у нас, конечно, нет. Я вот сегодня буду заказывать через интернет, но придет оно только через дней 7 или 10. Там пока заказ собирают, пока все. Я сейчас борюсь всеми доступными средствами. И сейчас я хочу сказать о нетрадиционных методах борьбы с велокрылкой, о которых я даже не слышала, когда... Но я читала до этого, знала, что есть велокрылка, все, знала, что есть вот эти инсектициды. Но для меня новинка была, это использование вот этих вот пластин и фумигатора. Я тоже сейчас его применяю, но я сразу скажу тем, кто хочет их применить, чтобы они не совершили мою ошибку. Когда мне в комментарии написали, что помогает вот пластина, вставляешь на ночь, и если есть свет, то прекрасно. И я купила от комаров, потому что люди не уточнили, какие пластины. А вот вчера мне еще пришел комментарий, и там уточнили, что нужно именно вот инсектицид, который не от комаров, а на котором нарисована муха и комар, и где написано от мух и комаров. Именно это средство хорошо помогает, потому что вот эта белая белокрылка, она все-таки, наверное, муха скорее, чем комар. И если вы будете вот такой, например, фунгицид, вот инсектицид использовать, фумигатор, то нужно брать от мух и комаров. Еще раз спасибо всем, кто все вот эти комментарии пишет, все советы. Вот среди нетрадиционных я выделила два средства, которым можно использовать. Это вот пластинки от мух и комаров, и еще предлагают в ветеринарной аптеке средства вот от блох на собаках и на кошках. Это тоже можно попробовать, потому что одна женщина говорит, что всю жизнь этим пользуется. Пропадают все белокрылки и личинки, и все... Ну, короче, для борьбы с белокрылкой все средства хороши. Вы это понимаете, потому что вы, наверное, читаете комментарии, люди некоторые по два, по три года не могут избавиться от этих белых мушек. У меня еще они не расползлись по всему моему огороду. И вот я пока это терпики не получу, буду использовать. Сегодня уже сказала про липкие пластины, вот эти ловушки. Сейчас и это буду включать на ночь. Чем хороши вот эти средства? Например, вот эти желтые ловушки. Вот эти вот. Конечно, тем, что нет никакого вот такого прямого контакта воздействия на растения. Это хорошо у меня появилось на стадии рассады, когда еще нет здесь ни плодов, ничего. А если бы здесь были плоды, то уже некоторыми средствами обрабатывать было бы нельзя. Например, такие вот, как Командор, Актора, они сильно токсичны, и многие люди боятся их применять. Ну, у кого заведется белокрылка, я сейчас все, что я применяю, буду рассказывать, выкладывать, делиться опытом, что помогает хорошо, а кто что нет. У кого заведется белокрылка, сможете потом посмотреть, оценить, что вам нужно и чем вы будете бороться с белокрылкой. Потому что, как я поняла, борьба комплексная должна быть, многоступенчатая, многогранная, нужно со всех сторон. Я вот буду включать фумигатор, и вот эти липучки буду вешать, и обрабатывать буду, буду всеми способами избавляться от белокрылки. Все, до свидания, желаю вам тоже успеха, если у вас что-то появится вот такое. Но лучше всего, конечно, чтобы этого не было. Но когда-то все случается первый раз, вот у меня тоже первый раз появилась белокрылка, и теперь не знаю, куда кинуться, чем обрабатывать столько много советов, что лучшее, что выбрать. Все, до свидания.